Приветствую вас на канале Скифа Меликлаб. Мы находимся на Олимпийской трассе в Сочи, на Биазонном сезоне Маура. Итак, чтобы понять, как идти правильно входом на каждый шаг, важно синхронно работать как руками, так и ногами. Важно осознавать, в какой момент делать подсед, в какой момент ставить махливую ногу на снег, и как работать руки и спина. Потому что спина дает очень много для входа на каждый шаг. Сейчас я проедусь, покажу основные ошибки, которые бывают. Это локти. Руки бросают вниз и выпрямляют локоть, когда рука находится около бедра. Тогда спортсмену не остается времени для того, чтобы поднять от плеча и загрузить отталкивание спиной. Поэтому он работает при плече, здесь очень слабые мышцы, и вы не можете эффективно навалиться на палки и сообщить нужный вектор усилия. Далее. Прямые ноги не делают подсед. Для того, чтобы отталкиваться, нам нужно сделать подсед. Подсед – это опускание колена вниз в тот момент, когда махливая нога подошла к опору. Опустили коленочку вниз до такого положения, что вы не видите носок своего ботинка. Далее мы должны уже совершить отталкивание. Отталкивание – это разгиб ноги. Следующая ошибка – это когда не могут сместить таз вперед. И он остается постоянно сзади. Что происходит? Если у вас таз находится сзади, вы не можете использовать силы инерции, и, как следствие, у вас не будет никогда проката. Плюс вы перегружаете бедро, потому что вы не можете его расслабить. Правильно – это когда вы махлую ногу, после того, как поднесли, начинаете смещать вперед, и вслед за ней смещаете таз, как бы вставая на ногу. В этот момент у вас как раз-таки расслабляется бедро. Но что важно понять? Коленка при смещении таза вперед должна оставаться чуть согнутым в состоянии, для того, чтобы было более устойчиво стоять на лыже. Потому что полностью выпрямляя коленку, вы, во-первых, себя лишаете устойчивости, а во-вторых, вы не успеете нормально подсесть в тот момент, когда маховая нога подойдет к опорной. Потому что это надо сделать очень быстро и максимально низко. Это как пружинка. Если вы ее хорошо сжали, то она отпрыгнет. Если вы ее не сжали, то она отпрыгнет меньше. Еще следующая ошибка – это когда не вовремя начинают загружать маховую ногу, и получается, как будто бы двухопорный отталкивание. Таким образом я не переношу вес тела, срываю вес тела с толчковой ноги, и из-за этого не могу полностью нормально оттолкнуться, загрузить лыжу. А если будет еще и жесткая трасса, то у меня просто будет соскальзывание конка. И я не буду чувствовать под собой опору. Вам же нужно обязательно загружать маховую ногу в тот момент, когда руки дошли до бедра. Вот в этот момент. Кисти рук у вас доходят до бедра, и вы ставите маховую ногу на снег. Вперед она должна идти не голенью, а коленкой. Потому что если она пойдет голенью, вы просто подтащите вас назад, вы можете рискуете упасть. Ногу вам нужно вести вперед. Это называется выбор ширины шага. Вперед мы ее несем коленкой. Не голенью, а коленкой. И как мы ставим ногу? Мы должны ее не плекнуть вот так сверху, тогда лыжи остановятся. А как мы сделаем на раскат? Видите, в смысковой части мы, можно сказать, гладим снег, а потом уже встаем на ногу. Следующая ошибка, это как раз-таки, когда они ставят ногу на раскат, и лыжа, можно сказать, под лыжником останавливается. А теперь я вам пройдусь и выберу ширину шага, и поставлю при этом ногу на раскат. Важно понимать, что если мы с вами находимся по равнине, то будет одна ширина шага. Если мы идем в подъем, будет совершенно другая ширина шага. Вот, поэтому мы должны обязательно подстраиваться под рельеф трассы, и от этого у нас будет немного меняться ход. Работает спина. Спиной мы должны навалиться на палки, это наподобие броска мяча. Причем бросать мячик мы должны не по сторонам, а по центру. Сейчас я вам показываю ошибку, когда спиной и руками работают неправильно. Это тыканье палок по сторонам. Люди пытаются сместить вес тела, а тем самым они его не смещают, а просто закручивают себя и лишают баланса. В момент постановки палок мы должны удар кистья руками сделать не по сторонам, а четко по центру. И в этот момент мы уходим под палки. Кисть и рук у нас находятся на уровне висков. Если у вас будут кисть и рук здесь, на уровне висков, тогда это значит, что вы хорошо ушли под палки, хорошо сделаем навал спиной. Дальше что у нас происходит? Дальше вниз идет только отталкивание руками. Корпус мы смещаем на лужу. Причем это мы делаем в одной плоскости, вот в такой. Не закручиваем себя, а именно смещение в одной плоскости, так, чтобы колено, подбородок была прямая линия. То есть подбородок, можно сказать, лук, нос у нас находятся по лыжам. Никаких закручиваний в стороны здесь нет. Дальше. Мы ушли с вами под палки. Что мы делаем? Маховая нога у нас выбирает ширину шага, а руки толкаются вниз. Руки доходят до бедра, мы встаем на ногу и приподнимаемся на бедро, смещая так. Какая здесь может быть ошибка? Это когда человек ушел под палки и начинает дальше вниз давить спиной. Вот так вот. В этот момент, когда мы шли под палки, мы должны держать себя прессом. Пресс работает наверх. И если в момент постановки палок вы будете чувствовать работу пресса, как он вас зафиксирован и не дал вам уйти еще дальше вниз, то значит вы делаете все правильно своим корпусом. Если пресс у вас не работает, то либо вы поставили палки неправильно, либо вы не сработали спиной, либо вы наоборот пошли вниз спиной. Перегружая при этом поясницу. Идя на каждый шаг или равнинным ходом, мы всегда должны стоять под наклоном в плоскости. Не вот так вот прямо, а именно под наклоном туда. Все движения делаются на падение. За счет этого мы включаем силы инерции, и поэтому у нас продвижение становится еще лучше. И нам намного легче ехать. И самое главное, быстрее получается. Выходя на носочек, мы усиливаем инерцию за счет потери опоры над стопой. Мы падаем вперед, опускаемся на палки. А далее мы уже после того, как свалились на палки, опускаем стопу. И уже отталкиваемся со всей стопы. Не с носочков происходит отталкивание, а со всей стопы именно, как обычно. Потому что с носка очень маленькая плоскость, и мы не сможем эффективно оттолкнуться. Плюс не те мышцы будут работать. Здесь больше даже, можно сказать, икроножное, чем бедро. А нам надо, чтобы сработало бедро. Поэтому, падая на палки, всем своим весом, мы усиливаем силу холчка. Но надо сказать, что так намного тяжелее идти. Поэтому мы используем это на коротких каких-то выбранных нами отрезках. Либо это будет подъем, либо это будет старт, либо это будет финиш, либо это спринтерская гонка. Следующая ошибка, которую используют многие, это опускание головы. Ходит вот так. Они излишне напрягают шею и не могут сделать наклон спины, потому что они себя обманывают тем, что отпускают голову вниз. Далее мы сейчас с вами передвинемся на подъем. И там я покажу, для чего делать выход на носочек. И что так намного легче заехать на каждый шаг, любой подъем, чем если идти обычно. Вот смотрите, я иду сейчас без высоты на носочек. А вот теперь с высоты на носочек. Таким образом, подъем не заехать, если вы не будете встать на носочки. Видите, вот так вот и работает инерция. Я стояла под наклоном в плоскости, теряла пол под собой и подолкнул. Для вас сегодня работала команда Skip and Rec Lab. Если вам понравилось ваше видео, ставьте лайки. До новых встреч. Сидите за нашими следующими видео и постараемся выпускать почаще.